Просить о помощи Им нужна наша помощь, а нам нужно им помочь. Потому что социальная изоляция и осуждение могут привести человека к озлобленности и ошибкам, к преступлению и к гибели. Пренебрежение лишними людьми не может не отразиться на состоянии общества в целом. 19 и 20 июня в Москве мы провели Всероссийскую конференцию «Нелишние люди. Работа с непопулярными категориями благополучателей. Помощь тем, от кого все отвернулись». Подготовленную Центром социальных проектов «Счастливые люди» по заказу Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь доктора Лизы». Жизненное изображение того, что происходит с человеком после освобождения. Дальше, как продолжение, это усиленный надзор со стороны полиции, который не дает человеку нормально прийти в себя и находиться в приемлемом состоянии для того, чтобы адаптироваться к новой жизни. Невозможность устроиться на работу. Ну и, соответственно, от безысходности человек, находясь, может быть, даже под влиянием субкультуры, совершает очередное преступление, чтобы вернуться, ну, не всегда там, да, с конкретной целью. Ну, иногда там просто другой жизни не видит. Вот романтика такая. Украл, выпил в тюрьму. Все спикеры, работающие с бывшими заключенными, сходились в одном мнении. Главное для человека – работа. Одежда, регистрация, дом – это важно, но важнее работы нет ничего. Именно работа удерживает человека от возвращения в места лишения свободы. То есть, самая главная ресоциализация именно трудоспособного населения – это трудоустройство. То есть, трудоустройство сразу с первых дней освобождения из колоний. Это самое главное. Это вот за эти несколько лет мы прям буквально поняли, что иначе нет. Иначе там предоставить просто одежду, либо обувь, либо какие-то документы восстановить – это вообще, ну, так, если по-простому сказать, это вообще ерунда. То есть, если человеку получается сразу трудоустроить и сразу выстроить его, да, шаги, куда он идет, в каком направлении, тогда уже вот он действительно может чего-то добиться, и он не захочет вернуться обратно. Бывший заключенный, только что освободившийся из мест лишения свободы, зачастую просто не ориентируется в нашей реальности. Работа по ресоциализации заключенных, по мнению спикеров, должна начинаться еще до их освобождения. Мы заходим, как некоммерческая организация, в лагеря, в исполнительные учреждения и говорим, людей собираем и спрашиваем, что вам нужно. Мы не выдумываем, мы не несем свою программу, мы спрашиваем, что им нужно. Собираем анкету, и там записываются нужды их, что им нужно. Социально-бытовое сопровождение, социально-юридическое сопровождение, социально-психологическое сопровождение или что-то другое. И мы на основании этой анкеты, потом наши специалисты анализируют, и создается индивидуальная маршрутная карта, в которой прописан весь алгоритм действий по выходу из трудной ситуации, в которой оказался человек. Женщинам в местах лишения свободы приходится тяжелее, чем мужчинам. Как правило, их на волю никто не ждет, не шлет посылок. И вдвойне уязвима женщина с ребенком. Нужно помогать маленькой семье самыми разными способами. Дестигматизация детей внутри учреждений, потому что это праздник, потому что по дороге у нас вкусные пончики, и, в общем, весело и хорошо общение с людьми. Мы возим их там волонтерами, чтобы это было общение с людьми, с одними идеями же, желательно. Это какая-то связь между ними, видеописьма, подарки, мастер-классы для детей, чтобы они делали что-то для мам. Мамы там без нашей помощи делают подарки для детей. Встречи мам, ну, все, да, вы знаете, как они там выходят в своих тапочках и в этой одежде. В общем, чтобы им было во что одеться, и чтобы было на что доехать до дома и так далее. Сопровождение семей после. У нас полгода такого сопровождения, за которое мы беремся, и если нужно дольше, помощь в том, чтобы снимать жилье, если это нужно, помощь в трудоустройстве, помощь в благоустройстве жилья, если жилье нужно благоустроить для того, чтобы ребенка пустили к маме обратно. Не менее важно для женщин, освободившихся из мест заключения, боящихся своей отверженности, знать, что они среди неравнодушных людей, что им готовы помочь, поддержать, выслушать. Мы говорим о том, мы стараемся своим присутствием в их жизни, в том числе и на супе, доказать, что вы-то важные на самом деле люди, и вами интересуется там и социально благополучная Маша, и бывший этот вот полицейский Дмитрий Валерьевич, он тоже вами интересуется, он тоже готов вам помочь. Более того, наша специалист по социальной работе в государственном учреждении, в центре адаптации работает бездомных, и она же стоит с ними на улице, и она же транслирует им готовность государственного учреждения помочь, оказать помощь. То есть мы говорим о том, что мир не враждебен вокруг, мы говорим о том, что великое множество по разным направлениям их проблем работает общественных организаций, всегда их подхватят, будь любезен, захоти. Всероссийский опрос в ЦИОМа показал, что, несмотря на просветительскую работу, мифы о ВИЧ продолжают жить в обществе. Нам, конечно, нужно очень интенсивно просвещать общество, давать те знания, тот уровень культуры, который позволит защитить наших пациентов и людей, инфицированных теми или иными заболеваниями, вот такого незаслуженного, ничем не оправданного преследования, которому они подвергаются, из-за которого так часто страдает не только их психоэмоциональная сфера, но иногда они, к сожалению, даже принимают решение об уходе из жизни. Взрослому человеку нелегко справиться и принять свой диагноз. Но есть и дети, живущие с ВИЧ. Им необходима особенная поддержка. Миссия и то, чем мы занимаемся, на самом деле, это создать условия нашим детям для того, чтобы они выросли успешными, взрослыми, адаптировались к жизни, и изменить отношение общества к таким детям, потому что, правда, мы сталкиваемся часто с тем, неважно, это коллеги из третьего сектора, из благотворительности, или в целом любые другие люди, а что дети с ВИЧ, типа они есть, оказывается, они есть. И поэтому мне очень отвлекается название конференции «Не лишние люди», потому что как будто бы их не видно. Если про взрослых с ВИЧ сложно говорить, то про детей вообще непонятно. Чтобы изменить общественное мнение и поддержать людей с ВИЧ, на помощь приходит искусство. Замечательный актер и талантливый режиссер Евгений Стычкин не только снял сериал «Нулевой пациент», который посмотрела вся страна, но и записал для детей с ВИЧ, сказку «Капельки здоровья». И как-то мы поняли, что это обязательно нужно рассказать, потому что сегодня, несмотря на то, что прошло очень много времени, информации очень мало. Я имею в виду не только об этой конкретно отдельно взятой трагедии, это абсолютная трагедия, абсолютно. Ну и вообще о том, в каком состоянии проблемы ВИЧ сегодня в нашей стране, как много ВИЧ-положительных людей, и как к ним продолжают относиться, почему до сих пор это стигма. И, например, очень многие мои друзья занимаются благотворительностью, и почти никто не занимается ВИЧ. И у этого обязательно, наверное, есть какие-то причины. «Зависимость. Какое злое, жалющее слово. Будто хищное насекомое зависимость опутывает человека паутиной, тянет силы из него и его близких. И тем ценнее люди, которые готовы протянуть руку тому, кто взывает о помощи, стараясь освободиться из плена зависимости». Ну, самое сложное, это было представить, что все, дальнейшие мои праздники, мероприятия, все-все-все будут без алкоголя. Ну, на эти вопросы я еще тогда не знала ответы, но первые трудности уже были, когда просто нужно было пообщаться. Пообщаться с людьми? О чем общаться? Как общаться? То есть, что делать? Куда идти? Я помню, когда приехала в реп-центр, точнее, меня просто привезли туда, я там в какой-то момент оказалась трезвой, и, наконец, спустя столько времени, я просто заперлась, и две недели я не выходила, потому что мне было страшно. Я не понимала, что мне делать, и как жить. И, наверное, самым сложным было принятие этого решения. Решение вернуться назад, или решение выйти из этой комнаты. И я замеряла окно, и видела людей, которые уже были трезвые, уже как-то делали зарядку какую-то, а я вот сидела вот такая скованная, и не понимала. Но спустя одна неделя я вышла. Я вышла в этой комнате, и уже потом не было сложности, были трудности. То есть были трудности, с которыми мне нужно было справляться. Справляться как угодно. Ну, я решила, что я пойду этим путем, вот так пойду. На второй день конференции московские НКО распахнули двери для гостей из регионов. Программа включала Центр социальной адаптации имени Елизаветы Глинки, Центр помощи бездомным «Зеленый свет», московский филиал благотворительной организации «Ночлежка», автономную некоммерческую организацию «Теплый прием». Традиционно эти экскурсии в обществе коллег и единомышленников проходят в особенно теплой атмосфере. Участники интенсивно обмениваются опытом, договариваются о сотрудничестве, обсуждают наболевшие вопросы. Да, пока есть непопулярные категории подопечных, но наши спикеры делают все, чтобы их не было. Чтобы каждый, кто нуждался в помощи, получил ее. Потому что не бывает лишних людей. Важен каждый человек.